Вот и, Олекс. Привет, ребята. Отлично. Начинаем вторую серию марафона. Да, да, да. Нас собралось уже 100 миллиардов человек. Чуть больше населения планеты Земля. Поэтому мы, соответственно, можем уже потихонечку начинать. Алекс, вы готовы? Ожидание смерти. Ожидание хуже смерти, как говорят. Поэтому вперед. Я готов. Хорошо. Тогда, ну что ж, начинаем? Поехали. Поехали. Вопрос Алексу. Можно ли попросить на бордере одиночки в детеншн, если хочу быстрее пройти суд? Как попасть в тюрьму? Не, ну как, вы по-любому, когда заходите, если вы говорите о мексиканской границе, разумеется, вы все делаете один тот же, проходите один тот же путь. Вы заходите, грубо говоря, на КПП, там, где погранцы, и вы объявляете, что вы просите политическое убежище. И, разумеется, потом вас, так как вы одиночка, и беря во внимание последние новости, которые мы слышим касательно одиночек, сегодня та лафа закончилась, по крайней мере для одиночек, и сегодня одиночек определяют и сажают, как бы определяют в детеншн-центр. Что означает, что процедуры по выпуску остаются такими, как они были обычно. То есть, если у вас на территории США есть поручитель, который за вас сдаст грамотный пакет документов, у вас есть шанс выйти под бонд. То есть, ICE назначит вам бонд, и вы, если вы его заплатите, то вас выпустят. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, у меня такая ситуация была, то есть, когда мне клиенты говорили, Алекс, по той или иной причине я хочу быстрее, я не хочу выходить, я хочу здесь все решить в течение нескольких месяцев. И в таком случае, даже не знаю, что к вам будут приходить, потому что они обязаны ко всем приходить, они будут к ним приходить и говорить, вот вам документы на то, чтобы вы вышли, вы вышли под бонд. И вы будете говорить, я не хочу выходить, я хочу здесь, чтобы у меня суд в тюрьме проходил, и все. Если они эти документы от вас не получат, значит, у вас будет суд в тюрьме. Отлично. Андрей, можешь сдавать следующий. Так, этот вопрос задавали как раз у нас в Телеграм-канале, я думаю, что это, наверное, тот же человек. Я Алексу этот вопрос перенаправлял как раз. Можно ли несовершенно реднему перейти границу, и какие могут быть посредствия? Я так понимаю, что этот человек, который сдавал, он, на самом деле, без двух месяцев несовершенно редний, но вопрос, я думаю, для всех откроен. Значит, смотрите, людям, которым до 18 лет, процедура следующая. Разумеется, вы точно так же можете зайти на границу, вы точно так же вас примут, примут, реформят и вас выпустят. Но ваш первый этап вашей миграционной процедуры будет проходить в офисе не в суде, а в офисе по разбирательству просьб на политическое обещание. То есть, грубо говоря, вы будете проходить через интервью. Точно так же, как проходят интервью люди, которые приезжают в США по визе и сдают документы. Они проходят вначале интервью. Вот у несовершеннолетнего будет интервью. Если человек выигрывает на уровне интервью, в таком случае он все равно будет оставаться в судебной системе, тогда нужно будет просто судебную систему повещать о том, что кейс выигран и закрывать кейс. Если же человек проходит интервью и там не получает сразу добро, в таком случае он двинется дальше, туда, где все остальные, кто заходят через Мексику. Будет дан шанс еще раз представить свой кейс перед эмиграционным судьей. Отлично. Следующий вопрос. Может ли американский прокурор сделать запрос в Россию для того, чтобы определить, настоящие ли документы, справки о задержании, справки о побоях или подделка? Могут. Могут. Они не делают это, по крайней мере, если говорить все о правовой... Если все делается в правовых рамках, то запросы могут отправляться, но прокурор оповещает стороны о том, что я отправляю запрос в вашу страну для того, чтобы проверить ваши документы. Могут. Так. Может ли американский прокурор... Ты, по-моему, я спрашивал. Кто определяет, выстраивая структуру финального слушания, если подсудимый одиночка без адвоката? Судья или прокурор? То есть кто первый задает вопросы, какие вопросы и так далее? Если человек сам, то на самом деле зачастую начинает все судья, начинает все судья, потому что прокурор все равно, как бы он делает это, у него все равно как бы роль вторая. И сразу кидать человека на амбразуру в прокурорские руки, это, наверное, не очень хорошо. Поэтому обычно это делает судья, который в той или иной мере задает вопросы по кейсу, потому что, в принципе, судьи не любят, когда человек сидит и просто рассказ рассказывает. То есть иногда даже когда ситуации бывают, когда клиент вдруг начинает заговариваться, даже вот у меня, например, ситуации бывают, когда человека вдруг сильно уносит, мы вынуждены останавливать клиента, потому что судьи не любят рассказы, они любят, чтобы все было вопрос-ответ. Соответственно, обычно это делает судья, после того, как судья ощущает кейс и получает какую-то информацию, потом прокурор. Так, хорошо, вопрос. Мы семья с ребенком 7 лет. Если зайдем в Тихуане без поручителя, найдут ли офицеры нам поручители сами? Например, еврейский семейный центр или будут держать на бордере неделю, месяц, пока не найдем поручителя? Ну, вы знаете, как бы еврейский семейный центр, видите, все о нем уже узнали, да. Но насколько я понимаю, насколько я понимаю, мне кажется, еврейский семейный центр уже прекратил свою работу, потому что когда они включились в работу где-то месяца полтора назад, да, это как раз вот людям, которые заезжали даже одиночки, им повезло, потому что их выпускали под еврейский центр. Поэтому вам никто поручителя искать не будет. Вот, если вы заходите, если вы заходите, это ваша обязанность иметь поручителя. Да, но я вот тут немножечко добавлю, что вот по последним данным, что у нас, по крайней мере, получается, это офицеры каким-то образом некоторым нашим клиентам находили офицеры, поручители сами. Я не знаю, почему это происходит, но это было реально. Когда мне люди звонили, говорили, ты представляешь, мне офицер принес несколько, чуть ли не визиток, говорит, вот эти люди могут поручиться. Их давал каких-то центров какие-то. Но я думаю, что это не люди, да, это как раз-таки вот такие организации, которые по структуре своей, это, наверное, какие-то нон-профит организации, такие, как этот еврейский центр, которые подписываются и входят в такого рода соглашения с иммиграционными службами, что какую-то квоту дают, что вот такую-то квоту людей мы согласны принять, выпускайте под нас, грубо говоря. Конечно, такие организации есть, и слава богу, что они есть. Но, отвечая на мой вопрос, отвечая, как бы комментируя то, что я сказал, почему я сказал, что вам никто искать ничего не будет. Разумеется, офицеры не бегают сами, ничего это не ищут. Это значит, что просто эти организации связывались с иммигрейшеном и им давали информацию свою. Так, смотрите, немножко отступление. Нас поднимают руки, мы на руки сейчас отвечать не будем. То есть мы идем по очереди, и поэтому будет правильно, если вы задали вопрос, мы на него ответим по списку. То есть поэтому лучше руки не поднимать, мы их игнорируем сейчас в данном эфире. Итак, можно ли жить, работать и идти в суд в Сакраменто, если поручитель в Лос-Анджелесе? Ну, не совсем понял до конца вопрос. То есть, да, потому что смотрите, как это работает. Вот не раз уже этот вопрос задавали. Хорошо, что опять задают. Будем надеяться, что послушают все. Значит, ребят, с поручителями там очень часто путается у людей. Когда вы выходите под поручителя, разумеется, вы выходите на адрес поручителя, который живет там, где он живет. То есть в данной ситуации, давайте предположим, что поручитель жил в Лос-Анджелесе, да? Вот. Но это не означает, что вы обязаны жить в Лос-Анджелесе. Вы имеете право менять местоположение и уезжать, куда хотите. У меня есть люди, которые выходят здесь, а потом мне сообщают о том, что они улетели во Флориду жить или в Нью-Йорк. И мы работаем. То есть ваша задача просто заключается в том, чтобы, разумеется, вовремя оповестить иммиграционные службы о том, что вы переезжаете. И здесь очень важный момент. Смотрите. Сейчас как бы происходят разные сценарии того, как люди выходят. То есть иногда я вижу, что люди выходят вообще ничего. Вплоть до того, что людям даже паспорта выдают, никаких нет ни браслетов, ничего, и никаких даже нет бумажек, где написано, такого-то числа вы должны явиться. То есть если так, то вам некуда идти отчитываться. Но если вы, например, выходите, к примеру, вас выпускают в Лос-Анджелес, там, где ваш поручитель, и у вас есть бумажка, или у вас есть браслет, и значит, что вы уже привязаны к местному АИС, к местной прокуратуре, да, грубо говоря. Мой вам совет, ни в коем случае не садитесь просто в соболёт, в автобус, потому что вы хотите жить в Сакраменто и уезжайте. Сделайте всё правильно, чтобы вас не потеряли. Потому что если вас потеряют, вот это то, где начинаются потом проблемы, и браслеты не снимают, и так далее. Пойдите, отметьтесь, и скажите, что здравствуйте, господин офицер, назначьте appointment, я хочу переехать. И у меня была куча таких ситуаций, когда мои клиенты ходили по моему совету, и что там происходит? Разумеется, они человека принимают, они говорят, окей, иногда они говорят, хорошо, спасибо, езжайте, иногда они говорят, вот вам телефонный номер прокуратуры там в вашем городе, с ними свяжетесь. Окей? То есть главное сделать всё правильно, чтобы не было никаких вопросов. Но в принципе, отвечая на ваш вопрос, вы можете жить где угодно. А второй вопрос, вторая составляющая, разумеется, здесь ещё важная, чтобы вы её не упустили. Если вы выходите под Лос-Анджелес, значит, ваш кейс будет где? В Лос-Анджелесе. В иммиграционный суд, ваш кейс впрыгнет в Лос-Анджелесский иммиграционный суд. Соответственно, когда ваш кейс, вы появитесь в системе, ваш адвокат нужно будет подать ходатайство и перевести ваше дело по месту вашего жительства в Сакраменто. Окей. Вопрос такой. Jakiejenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenvenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjenjen или вам не позволит выиграть суд у меня не раз люди обращались именно с таким вопросом и я всем говорил как бы одно и то же джамперы мы все прекрасно понимаешь о такой джампер то что да вы не заходите через кпп вы лезете грубо говоря через помидоры как я это называю дали через забор вот многие выбирают этот путь зайти зайти что потом приехала приехала айс и вас забрал да но это не означает что потом в миграционном суде это не за часть что потом в миграционном суде у вас будут какие-то проблемы это не означает что судья будет на ваш кейс смотреть как-то криво ли косо вас будут вас вас будут рассматривать абсолютно точно также к вам будет относиться точно так же более того если вы если вы заходите через если вы заходите через как джампер то что вы еще должны знать что если вы остаетесь в тюрьме ваш у вас есть возможность подать на бонд через судью Единственное, что нужно понимать джампером, это что, так как вы заходите неофициально на территорию страны, и вы были пойманны при неофициальном заходе страны, вы имеете, как я уже сказал, абсолютно те же самые права при оформлении вашего кейса на политическое убежище, но вы не имеете прав оформления своего статуса каким-либо другим способом. Например, иногда бывают люди, которые потом женятся, и они потом не могут оформить статус. Вы не сможете оформить статус, не выезжая из страны. Так, через какое время после пересечения границы или после суда снимают браслеты с GPS? Нужно ли просить разрешение съездить в другой штат на время, если носишь браслеты или без браслета? Ребят, на этот вопрос у меня нет четкого ответа, потому что, во-первых, у всех все по-разному, в каждом городе разные правила и все прочее. Хорошие новости заключаются в том, что на сегодняшний день, я, например, сейчас очень плотно общаюсь с Сакраментовским офисом, с прокуратурой. На сегодняшний день хорошие новости заключаются в том, что сейчас они достаточно повально снимают браслеты, потому что они переходят на систему мониторинга через сотовый телефон человека. И хорошие новости заключаются еще и в том, что если один офис это делает в Сакраменто, то другие офисы тоже самое делают. Это не то, что Сакраментовский офис это решил делать, а все остальные это не делают. То есть это хорошие новости. Но в течение какого срока здесь ответа нет, потому что бывали разные ситуации. Бывали ситуации, когда быстро снимали. У меня были, например, ситуации, когда я уже имел даже дату основного суда и вынужден был писать письмо или звонить офицеру и уже объяснять, что мы никуда не делись, я их представляю, мы двигаемся вперед, снимите браслет. И занимало достаточно долго. Все индивидуально, у каждого кейс индивидуален. Что касается вашего второго, второй части вопроса, да, абсолютно верно. Если вы хотите куда-то ехать, на вас браслет стоит, то 90% из 100% у вас на браслете стоит ограничение по передвижению в плане миль, в плане количества миль, которые вы можете проехать. Чтобы у вас не было проблем, пойдите, договоритесь, объяснитесь, чтобы вам все перепрограммировали. И такой подвопрос еще был, что такое бонд, что значит подать на бонд? Ну это может быть краткий какой-то ответ, совсем совсем. Бонд, если говорят про бонд, ну бондов, бонда бывает два, да. Один бонд бывает, это вот когда человек сидит в детеншене, и его поручитель сдал документы, окей, и они определяют, исходя из документов, исходя из налогов человека, который является поручителем, они начисляют бонд. То есть это то, что они приходят и говорят, мы согласны вас выпустить, вам это будет стоить столько-то, столько-то, это назначен бонд, да. Ну выкуп, по-русски выкуп. Ну выкуп, да, да, не знаю, ну выкуп, да, это сколько суд назначает, а есть, есть когда суд назначает бонд, вот я сейчас ранее об этом говорил, да, когда вот джамперы, джамперы, они проходят через бонд, бонд, через судебное слушание, судья назначает бонд. Так, как максимально подготовиться или ночью при прохождении динаминального суда в тюрьме без адвоката? Мне кажется, такой немножко распутистый вопрос. Ну, еще раз прочитай, пожалуйста. Как максимально подготовиться одиночке при прохождении финального суда в тюрьме? Как-то суда и в тюрьме. Ну, как бы, как бы, да, разумеется, вы должны понимать одну вещь, что почему судьи, почему судьи, когда человек приходит и говорит о том, что он хочет сам себя представлять, что абсолютно нормально, вы имеете полное на это право. Но, тем не менее, почему судьи очень часто, знаете, говорят, ой, нет, пойдите еще поищите адвоката, вот я видел эту ситуацию, пойдите еще поищите адвоката. Но потом, когда человек приходит, вы сами увидите, что вам будет зачитана намного больше инструкции, чем зачитывается, когда человек с адвокатом. Почему? Потому что судья хочет создать запись того, чтобы потом, чтобы было ясно, что судья дал понять человеку, что к нему будут применимы сегодня такие же правовые стандарты, как если бы его защищал адвокат. То есть, иными словами, вы работаете без адвоката, но мы на вас будем смотреть, как если вы с адвокатом. Вот. Соответственно, почему я это говорю? Работа предстоит точно такая же. У вас должно быть хорошо документирован кейс, у вас должно быть все сдано с переводами, вы должны написать свою историю, ее тоже сдать, и вы должны быть готовы отвечать на вопросы, рассказывать свою историю, почему вы боитесь вернуться в свою страну. Так, хорошо, вопрос такой. Кто такие айс-офицеры? Айс-офицеры – это офицеры, которые вас курируют, когда вы выходите из, проходит через границу, и вас выпускают на территорию США. До финального момента, пока вы не выиграете свой кейс, над каждым из вас есть айс-офицер. То есть, это, грубо говоря, прокуратура, иммиграционная прокуратура, которая за вами следит. Ну, как бы, не в буквальном смысле этого слова, но которая вас курирует, да? Вот. То есть, вы отмечаетесь, они вам прозванивают, удостоверяется, что вы никуда не делись. До последнего момента, пока вы не выиграете суд, они над вами имеют определенную юрисдикцию, да? Когда вы выиграете суд, вы к ним заходите, даете им копии, как бы, как это называется, копии приказа суда, что вы выиграли, и они от вас снимают из своей картотеки. Окей. Через какое время в среднем семья может приехать к политическому беженцу? Извини, пожалуйста, что-то я не услышал, не услышал вопрос. Через какое время в среднем семья может приехать к политическому беженцу? Ну, то есть, он там, а семья будет на русле. Да, смотрите, ребят, значит, ситуация какая. Если человек, когда выигрывает политическое беженце, если у него осталось там муж или жена, там, где дети и так далее, сразу после финального приказа вы имеете право подать петицию на воссоединение семьи. Что касается сроков, сегодня как бы неутешительные новости, потому что если раньше, при ковидных временах это было в течение года, то сегодня это, я так смотрю, это уже растягивается до трех лет. Так, хорошо. Такой будет большой двойной вопрос. Первый. Если мне 20, могут ли возникнуть проблемы? В США же совершеннолетие 21 года. Да. И второй момент. После того, как отпускают с борда ретеншн, отдают личные вещи в числе телефон-цепочки. Ну, первый вопрос. Я не совсем понял, что, значит, могут ли у меня возникнуть проблемы. Ну, тут по вопросу совершеннолетия. В США 21 год совершеннолетия, а человеку 20. Не, но это не значит, что вы имеете такие же права, как все остальные. Если вам 20 лет, вы точно так же можете приехать. Если у вас есть основания бежать из вашей страны, вы можете приехать, зайти на границу, попросить политическое бежище, вас не поставят в угол или не отвезут в какое-то другое учреждение. К вам будут применены те же самые нормы права и процедуры. Что касается второго вопроса. Что там второй вопрос был, Галия? Ну, там такой он не больше не миграционный. После того, как отпускают с бордера детеншн, отдают ли личные вещи? Часы, телефон, цепочки? Ну, насколько я знаю, отдают. Да, не отдают только документы. И лекарства иногда отдают, иногда не отдают. Или по лекарствам там ситуация такая. Люди, когда со своими лекарствами приходят, тоже офицеры вам их не отдают. Они их берут и потом вам прописывают аналоги этих же лекарств, уже местные. Наличку даже пересчитывают в составе нескольких офицеров. И потом выдают прямо под роспись, под камеру и пересчитывают. И поэтому вы до центра все получите. Поэтому за это не стоит переживать. Так, следующий вопрос. Так, внимание, да. Я хочу переходить границу с братом, совершеннолетним, своей семьей, жена и дети, и мать. Мать и брат будут считаться одиночками или можно как-то, как одна семья? Ой, ребята, здесь вот тоже как бы однозначного ответа нет. Почему? Потому что я видел и такое, и такое. Как бы я видел ситуации, когда вот так вот прямо целую семью выпускали. И они были одним кейсом, грубо говоря, одним кейсом под одной крышей. А видел, но в принципе, конечно, по правилам они должны быть одиночками. То есть, иными словами, если в идеале всех выпустят, то у вас будет, у вас, по идее, должно быть три разных кейса. То есть вы будете со своей супругой, с детьми, это один кейс будет иммиграционный. И потом ваша мама будет иметь отдельную бумагу, и ваш брат будет иметь тоже отдельную бумагу. Причем это вполне возможно, что вы будете предписаны к одному и тому же судье. И более того, не удивляйтесь, если вы увидите, что вы все должны появиться у одного и того же судьи в один и тот же день. И на самом деле для вас это хорошие новости, потому что, что я делаю в таких ситуациях, я всегда подаю ходатайство о соединении кейсов. Потому что в большинстве случаев кто-то имеет большую нагрузку в плане преследования, которое произошло, а кто-то имеет меньшую. И мне, с точки зрения моей продумывания кейса, мне для клиента выгоднее людей соединить в одну кучу, таким образом их усилить, чтобы они были как бы вместе, и у нас было как можно больше рассказать. У меня пока, в принципе, это хорошие новости, потому что я пока не видел, чтобы вдруг судьи отказали в этом. Вопрос. Если человек был в Штатах 7 лет, но не дождался суда и прибыл в страну происхождения, откуда он приехал, я так понимаю, может ли он перейти границу в Мексике и подать на ПУ? Может. Почему не может? Может, просто, в принципе, опять-таки, тут ничего страшного нет. Если вы уехали, разумеется, у вас были какие-то причины. Если вы заезжаете обратно в США, через Мексику, значит, теперь у вас есть причины того, что вы боитесь оставаться в своей стране. Имейте право. Единственное, что к чему вы должны быть готовы, разумеется, вас найдут в системе, и в конечном счете на границе я не думаю, что вам будут вообще об этом какие-то вопросы задавать, но даже если зададут, разумеется, никто не будет там углубляться. Вам зададут просто пару вопросов, когда были, почему уехали и так далее. Но вы должны быть хорошо готовы во время суда обо всем этом говорить, что произошло, почему здесь были и так далее, и так далее. Так, следующий вопрос, но это я на него сам отвечу. Когда будет видео про кейсы Украины, вкратце, актуальные, религиозные? Мы сейчас, если кто не знает, запустили серию видео по разным странам. У нас уже на канале есть про Беларусь, и одним из следующих будет видео про Украину. То есть дождитесь, очень скоро выложим. Следующий вопрос. Еще раз приветствую. У меня есть турвиза, и я могу попасть в США, уходя до преследования. Но у супруги нет. Есть ли возможность подать какой-нибудь документ, находясь в США, который позволит супруге приехать в США после подачи мной документов? Нет. Такого документа нет. Более того, даже если, я вам больше скажу, если вы подойдете на политическое убежище в США, поверьте мне, даже если ваша супруга захочет пойти и получить свою визу, я ни в коем случае не говорю, делать это или не делать. Просто, поверьте, ее шансы будут очень минимальные, потому что, когда она в посольстве расскажет, и на анкете, разумеется, такая графа есть, если она отметит, что муж в США попадал на политическое убежище, шансы на получение визы минимальные. Хорошо. Доброго времени суток. Чего ожидать в семейной паре без детей при переходе границы без представителя? Ребят, я не знаю, чего ожидать без представителя, потому что представителя нужно искать без представителя. Но только если есть какая-то, опять, вот эта чудотворная какая-нибудь организация, типа еврейского этого центра в Сан-Диего, который вам позволит выйти. Но, в принципе, нужно иметь поручителя. Что же касается чего ожидать паре без детей, здесь, в принципе, опять-таки, я говорю исходя из того, что я знаю. Не знаю, насколько это длится, долго это продлится, но у меня сейчас вышла пара без детей, и их отпустили обоих. То есть, несмотря на то, что у них нет детей, их все равно интерпретировали, иммиграционные службы, как семью, и выпустили обоих. Хотя раньше было как. Раньше без детей разводили по разным блокам. Она уходила женский, он мужской, работали. Повезло очень. Так, вопрос. То есть, я так понимаю, вопрос, который бы могли задать тому, кто переходит. То есть, если задают ему вопрос, были ли вы привлечены к уголовной ответственности когда-либо? И спрашивают, написают правду, если этот вопрос задается на бордере. Ребят, надо везде писать правду, потому что, если вы напишите неправду, как вам это будут говорить во время, в начале вашего иммиграционного суда, судья вам будет это все дочитывать. Что если нам станет известно о том, что вы где-то что-то сфабриковали, вы навсегда потеряете возможность легализоваться. Поэтому, кроме того, что вам сказать, как бы рассказывайте правду, мне вам сказать больше нечего. Вопрос такой необычный, не знаю, этичный это будет отвечать или нет. Знаете ли вы адвоката Карла Штуцермана? Может ли к нему попасть, может ли к нему попасть, или лучше русский адвокат? Я не знаю, я не знаю его, не знаю, кто это. Давай встречу своей. Кейс нужно готовить до перехода границы или после? Ребят, ну, разумеется, я думаю, что вы все уже знаете, что определенную часть информации вам нужно будет выдавать по поводу вашего кейса уже на границе. Соответственно, когда вы говорите «готовить», здесь, конечно, не до конца понятно, что вы имеете в виду, потому что, как я говорил раньше и продолжаю говорить, во время вашего нахождения на границе вам не нужно будет иметь фолдер, раскрывать этот фолдер и показывать, какие у вас есть документы. Это никого не интересует. Пограничникам интересно просто, чтобы вы рассказали о своем кейсе. Но тут надо понимать две вещи для того, чтобы все было хорошо. 99% кейсов пограничники проводят исключительно короткие интервью, но у меня было пару ситуаций, когда по той или иной причине, пока человек находился пять дней вот в этом задержании на границе, по той или иной причине провели достаточно детальное интервью. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, ребята, как говорится, удача улыбается подготовленным, поэтому делайте все заранее. Так, немножко опечаток много в вопросе. Объясните, что такое спонсор, что такое поручитель? Есть ли разница? Есть ли разница? Человек просто доезжая, повезти поменяли. Есть ли разница? И это одно и то же. И кто может быть спонсором, и кто будет поручителем? То есть, короче, есть разница между поручителем и спонсором, чем принципиально отличаются, чем схожи. Ребят, ну, если мы говорим о процедуре политического убежища, то, в принципе, это все называется поручитель. Спонсор, поручитель. Суть остается одной и той же, что человек за вас предоставляет документы, включая свои финансовые документы, и человек говорит о том, что если вы человека этого выпустите, человек будет у меня, он будет или она будет проживать у меня, и я буду помогать в посещении всех аппотментов и так далее, и так далее. Поэтому кто-то называет это спонсором, кто-то называет поручителем, суть остается вот в этом. А кто к вопросу, который был по поводу оплаты Алекса Таваряна, в части вознаграждения, как она оплачивает и так далее, мы не будем зачитывать. Вы можете написать на личную почту Алекса, он вам с удовольствием ответит. Дальше. Здравствуйте. Проживаю в Европе в течение пяти лет со студенческой визой. Виза заканчивается в конце августа. Могу ли я пройти границу с Шенген-визой, или надо все-таки туристическую визу по окончании Шенген-визу получить? В смысле? Не совсем понял. Пройти, имеется в виду, залететь в Соединенные Штаты по визе? Да, я так понимаю, по шенгенской визе. Не, ну я не знаю, какая бы она ни была, какая бы она ни была, если у вас есть виза, американская виза в паспорте, которая позволяет вам въехать в США, вы въезжаете в США. А уже какую вам получать визу, я не знаю. Есть какая-либо информация про переход границы с Мексикой для бывших сотрудников военнослужащих? Длительное задержание и так далее. Есть ли какие-то тонкости, особенности? Ну, ребят, есть, есть как бы любого рода работник, любого рода человек, который работал в органах власти, либо был военным и так далее, и так далее. В принципе, здесь ничего такого ужасающего нет, но этому человеку будет добавлен, грубо говоря, отдельный список вопросов, отдельный список вопросов для того, чтобы власти хотят удостовериться, что вы, находясь в той должности, вы не участвовали в преследовании людей, вы не участвовали в убийстве людей, вы не участвовали в пытках людей. То есть, когда я имею клиентов, которые там работали в органах, ну, как бы в полиции или еще где-то, это как бы просто нужно проводить такую подготовку отдельную и во время суда эту информацию как бы выкинуть, чтобы вопросов не было. Так, Андрей, ты как-то перескочил по вопросам и в этот момент не понял. Да, у меня следующий вопрос после Европы идет такой. Если жена захочет вернуться обратно, не дожидается моего суда на политическое убежище. Какие последствия для меня и моего кейса? Никаких. А какие могут быть последствия? Вы просто сообщите о том, что ваша супруга больше не является частью этого кейса. Так, окей. Андрей, сориентировался? Да, ну, вот я вижу, что семья с детьми, если нет поручителя, то что происходит? Зачем поручитель нужен? Ну, мы немножко это обсуждали уже. Ну, мы уже это обсуждали, да, потому что без поручителя шансы не очень высокие, что вас выпустят. Только если до вас подпишется какая-нибудь организация благотворительная, которая иногда это делает. Ну, то есть неважно, если это изночка, либо семья здесь нет, поручитель нужен и точка. Нужен, нужен поручитель, да. Так, окей. Вот этот вот вопрос мы не зачитывали, правильно? Семья с детьми и есть двойное гражданство. Чтобы на границе не показать российский красный паспорт, а показать синий паспорт второго гражданства, можем ли мы с собой эти паспорта забрать? Что будет в Мексике и США, если увидят обе паспорты? Оба паспорта. Сколько паспортов вы вручите, столько работники границ заберут у вас? Я так понимаю, что там вопрос в следующем. Дело в том, что очень рьяно, так скажем, рьяно, подберем так просто слово, рьяно, офицеры на границе в Мексике реагируют на российские паспорта, потому что они красного цвета. А тут вопрос о том, что есть второй паспорт, и можно ли при пересечении границы, чтобы доехать до границы, когда они предварительно мексиканцы, американцы начинают спрашивать, какой у вас паспорт, показать синий паспорт, например, такой, как он есть в Соединенных Штатах, и за счет этого проскочить ближе к границе и пересечь линию. Я немножко забегу вперед. У нас эти были вопросы в группе в Телеграме, и кто-то проскакивал, кто-то нет. Поэтому это и не подтвердить, мне кажется, нельзя, и не опровергнуть, потому что кому-то помогало, кому-то нет. Так, немножко отступление. Мы пропускаем вопросы, которые повторяются, так что если другие подошли позже, и мы ваш вопрос пропустили, значит, вы смотрите записи, значит, мы раньше на нее ответили. Участники у нас забили всю уже группу, то есть новые не могут к нам уже приходить, поэтому мы тем, кто будет уже на нас смотреть. А если уже кто-то свой вопрос, свой ответ получил, и человек выходит из всего, сейчас отсюда, это дает возможность другим новым ребятам добавиться? Да. То есть если один человек выходит, то второй может за место на него... Но если вы свой вопрос уже, ребята, если вы свой вопрос уже услышали, получили ответ, выходите тогда, чтобы кто-то другой мог зайти спросить. Запись будет на Ютубе, все вопросы мы выложим там, то есть можете посмотреть. Но это чисто солидарность, чтобы кто-то мог еще вас слушать. Так, дальше. Будут ли какие-то сложности с регистрацией авто? Мне кажется, это не политически уважающий вопрос. То есть человек вышел с бордера, и он хочет забрать автомобиль. Думаю, это лучше просто телеграм-канал задать, и он быстрее ответит там. Андрюш, я отвечу буквально секунду, я точно знаю этот момент, что сложности с регистрацией не будут, но у вас будут проблемы в том, чтобы его оттуда выкупить. То время, которое вы просидите на бордере, и то количество денег, которое вы должны будете заплатить, чтобы выкупить со штрафстоянки, она будет превышать стоимость этого автомобиля. Поэтому это нецелесообразно экономически. По-моему, если не ошибаюсь, там то ли 50 долларов в день, то ли больше. Там намного больше, и там очень быстро сумма набегает, и ее просто бессмысленно забирать. Так, часто вешают браслеты, и по какому принципу беженцу? И это рандом. Ну, то есть, есть ли какая-то взаимосвязь, то, что кому вешают, кому не вешают, и по какому принципу? Вешают что? Браслеты. А, да, это здесь вообще никакой, у меня никакого ответа нет и быть не может, потому что это офицеры смотрят факты, смотрят на человека, слушают, слушают человека и принимают это решение. Это очень субъективно. У меня опять вопрос, скажем так, не по порядку, опять, опять Андрюха, вот как-то он переместился. Ладно, у меня следующее такое. Через какое время можно вызвать пожилых родителей? Вообще есть такая возможность? Когда вы станете гражданином США, вы можете подать петицию на то, чтобы ваши родители к вам приехали? Опять-таки, до ковидные времена, до ковидные времена эта петиция рассматривалась в течение года. Сегодня это не рассматривается в течение года, это дольше. Слушай, Илья, я думаю, что у нас просто вопрос с тобой, может быть, пришли по разному очередь, потому что у меня твой, который задал, он был ниже. То есть очередность у нас правильная. Тогда сейчас даю. У меня было отфубликовано политическое уголовное дело, по которому я был осужден полтора года назад. Статья 205, 282, 280. На кейс тянет 100%. Но могут ли быть проблемы на интервью из-за того, что уже прошло время с времен преследования? Так-то обысками и опросами до сих пор щемит. Но никакие документы об этом не дают. То есть вопрос заключается, может ли быть этого достаточно для того, чтобы построить грамотное дело на ПУ? На кейс это тянет, но прошло время. И документы мы не дают, а так сейчас он щипает до сих пор. Ну, ребята, понимаете, здесь сложно, конечно, как-то целку дать, потому что я же не знаю всего. Мне нужно видеть все, чтобы дать какой-то анализ. Но, в принципе, ваше мышление верное, потому что, конечно, знаете, как я всегда всем говорю, любой кейс, любой кейс, он должен, в принципе, идти по возрастающей, потому что, в принципе, какой-то определенный апогей должен быть незадолго до того, когда вы уезжаете из своей страны. Соответственно, в вашей ситуации в определенном смысле она идет не по нарастающей, а по убывающей, потому что в вашей ситуации явно это преследование было достаточно серьезным, раз вас сфабриковали на вас уголовное дело, тем более по 282. Но вопрос остается действительно, как я уже сказал, правильно вы ставите вопрос, но если с тех пор больше ничего не было или остаются какие-то факты, которые не очень сильно показывают, что действительно власти вас преследуют, да, это то, о чем нужно подумать, потому что, разумеется, я вам даю гарантию, что прокурор будет на это именно так давить и намекать суде, что такое было полтора года назад, но сейчас же человек от человека отстали, как бы. Хорошо, у меня вопрос будет следующий. Здравствуйте, мы семья из трех человек, я, муж и ребенок, хотим просить ПУ в США, муж гражданин Узбекистана, я и ребенок гражданин Казахстана, причина прошения притеснини по расовой принадлежности. Подскажите, пожалуйста, является ли это причиной для составления кейса и что может быть доказательством в этом случае? И достаточно ли одного кейса или придется делать два, так как супруги граждане двух разных республик? И второй вопрос. Вы лучше начали кейс. Да, я вначале на него отвечу. Ага. Ну, значит, разумеется, такие кейсы имеют место быть, вы должны понимать, вы должны понимать, что как бы для того, чтобы ответить вам на вопрос, должно ли у вас быть два кейса или один кейс, я, здесь мне сложно ответить, потому что я не знаю, у кого из вас, у кого из вас имеет место быть непосредственно притеснение, да, вот. Но то, что у вас есть две страны, разумеется, вы должны быть готовыми перекрыть обе страны, если вы рассказываете, например, там, что вам страшно находиться в Узбекистане по той или иной причине, из-за притеснения или там притеснения и преследований, то вы должны объяснить, почему вы не можете уехать в страну, гражданство, которое имеет ваш супруг или супруга. Соответственно, сколько вам иметь кейсов, я не знаю, но одно я могу сказать точно, что вы должны быть готовы перекрыть обе страны, иначе вы можете показать, вы можете показать прекрасный кейс из одной страны, но вам скажут, послушайте, зачем вы к нам, почему вы к нам приехали, вы можете еще уехать в другую страну, у вас есть гражданство или вашего супруга. И второй вопрос. Да, да, я сочетаю тогда. И второй вопрос. Супруг был вынужден работать долгое время на территории Российской Федерации, так как не в Узбекистане, или в Казахстане такой возможности не было. Лид на жительство не делал, но работал официально по патенту. Вызовет ли этот факт лишние вопросы на интервью или в последующем в суде? Ему что можете посоветовать в этом случае? Спасибо за ранее. Ну, смотрите, здесь тоже такой момент, на который однозначно нельзя отвечать. Я вам объясню. С одной стороны, теоретически, вы не должны волноваться по поводу Российской Федерации, потому что ваш муж там проживал, но он не имеет постоянного ПМЖ Российской Федерации. Но в то же самое время вы должны понимать, что существует такая норма права, которая говорит о том, которая называется переселение. Что значит переселение? Есть кейсы, когда люди проигрывали свои суды, потому что они показывали, что в какое-то время они проживали в другой стране, но даже несмотря на то, что не было постоянного места жительства в этой стране, все равно есть судьи, например, которые могут на это посмотреть по-иному и сказать, послушайте, ну окей, да, у вас не было ПМЖ, но вы там жили, вас оттуда никто не выгонял, и вы смогли себе там, грубо говоря, осесть, жить нормально, работать, функционировать. Поэтому вот это тоже нужно держать в голове. Так, давай дальше. Скажите, пожалуйста, может ли поручитель быть одновременным спонсором? Это было примерно мы говорили, но дальше. И что спрашивают у поручителей, когда ему звонят? Как подготовить поручителя к вопросам офицера? Ну, вы знаете, ребят, насколько я знаю, насколько я знаю, когда звонят поручителям, если это такой, как бы, что называется, лайтовый, да, поручитель, как в России говорят, лайтовый, да, если человек, например, находится на границе там с детьми, с семьей, и представители власти просто звонят поручителю, они просто, в принципе, удостоверяются, что вот нам дали ваш телефон и ваш адрес такой-то, такой-то гражданин или гражданка, который сейчас находится здесь. Они говорят, что вы их поручитель. Вы их примете, если мы их отпустим. В принципе, там достаточно короткий диалог проходит, разумеется, там никто не спрашивает ни биографию, ничего. Человек просто подтверждает, что да, выпускайте, как бы я, как я это действительно так, и человек отказывает, сами о себе говорят. Так, чуть пропали. У меня всех все хорошо слышно? Я нормально. Да, все отлично. Тут, значит, два вопроса. Первый я сам отвечу, и второй Алексу. Скажите, пожалуйста, если мой вопрос в тему, что происходит сейчас в Тихуане? Говорят о каком-то коллапсе, и то, что пройти на данный момент времени просто нереально. Спасибо. Сразу скажу, что сейчас во многих телеграм-группах наводят огромную-огромную панику. Все, что вы видите, все, что вы слышите о коллапсах, о проблемах, делите все на три, если не на пять, это во-первых. Во-вторых, все спокойно проходят. Да, есть небольшие проблемы, да, есть развороты, да, есть такие точечные моменты, но никакого коллапса, то, что сейчас пытаются как-то всколыхнуть в других телеграм-каналах, нету, и быть не может. И второй вопрос уже к Алексу. Если я уже 12 лет и до сих пор активно посещаю акции протеста, чему есть полное видео и фото подтверждение в виде доказательств, но последние полтора года меня на них не арестовывали, может это быть основанием для кейса или нет? Ребят, ну вот эти вопросы, конечно, я отвечаю на эти вопросы практически каждый день, несколько раз в день, когда люди звонят, потому что, конечно, это очень достаточно распространенная ситуация, когда люди посещали митинги, но никаких непосредственно актов преследования не испытали, они мне звонят, что нам делать? Ну, как бы отвечая на ваш вопрос, понимаете, я вот всем говорю одно и то же, мы не так давно записывали программу вместе, да, ребята, я так понимаю, она там висит тоже, да, когда я разбирал непосредственно кейсы, когда я пытался вам всем рассказать, как бы, что же такое преследование, да, чего достаточно, чего недостаточно, ну, по крайней мере, вот в той манере и за тот объем времени, который у меня был, я попробовал это рассказать, то есть, понимаете, все, что касается сегодня оппозиции, я всем говорю одно и то же, ваши кейсы, они имеют право на существование, вот, что это означает, это означает, что вы можете, вы можете иметь посещение митингов и с вами могло произойти вообще ничего или произойти какой-то минимум, и разумеется, где люди вот иногда звонят и говорят, Алекс, вот типа, вот как вы скажете, мы так и сделаем, ехать, не ехать, разумеется, я на себя такую ответственность не беру, я не говорю вам, что вам делать, я только вам помогаю в плане того, что вы мне даете факты, я их анализирую и даю вам свою оценку, да, вот, но возвращаясь к тому, о чем вы спрашиваете, вы можете приехать, вы можете подать на политическую версию, и у вас есть кейс, у вас есть кейс, просто ваш кейс будет попадать вот в эту категорию того, что является, грубо говоря, пятью процентными кейсов, когда стандартный кейс, это бывает, бывает какой, когда человек рассказывает о том, что с ним случилось, и потом он говорит, со мной это произошло, и там в стране такая же ситуация, не отсылайте меня обратно, да, но бывают кейсы, когда с человеком могло ничего не произойти, но человек приходит и говорит, я прошу политическое убежище на основании будущего преследования, со мной не произошло оно, но на основании будущего преследования, которое со мной произойдет, потому что в стране существует тяжелая обстановка, и потому что я знаю, что если я вернусь обратно в свою страну, я все равно опять пойду и буду являться частью оппозиции, и я говорю вам, что рано или поздно все равно меня арестуют, и вы можете иметь кейс на этом основании, вы можете иметь кейс на этом основании, выиграете вы или нет, разумеется, никому не секрет, я не собираюсь никому лапшу на уши вешать, конечно, этот кейс, он не такой сильный, как кейс, который показывает преследование, которое человек испытал, но это не значит, что вы его не выиграете. Здесь уже много еще факторов дополнительных. Знаете, иногда мне люди задают вопросы, «Алекс, ну скажите, ну вы уже знаете» и так далее, и так далее. Здесь есть какие-то факторы, которые я не знаю, то есть я иногда даже людям говорю, «А где вы собираетесь жить? В каком вы будете суде?» Потому что я знаю много судей, но я знаю много судей и прекрасных, но я знаю и судей, которые не очень легкие. Тут зависит, где вы будете жить, к какому суде попадете. Тут зависит от того, насколько прокурор вам попадется, вредоносный или невредоносный и так далее, и так далее. То есть существует еще какой-то человеческий фактор. И самое главное, как я всегда всем говорю, ребята, мне вот люди звонят и говорят, что же нам делать? Вот скажите, что нам делать, мы так и сделаем. Опять-таки, еще один момент, который я всегда говорю, когда мне вот, грубо говоря, вот так вот прямо спрашивают, если бы я был Господом Богом, я мог бы заглянуть в будущее, да, например, и сказать, что да, через год ситуация еще ухудшится в стране, и начнутся преследования, и будут ходить, будут ходить и там людей по повесткам вызывать или арестовать людей, и так далее, и так далее. И, например, если бы мы могли заглянуть в будущее и понять, что через год вдруг ваших родственников будут там терзать, потому что будут вас искать представители власти, конечно, я бы сейчас вам уже сказал, да, ваш кейс очень даже неплохой. Но так как я этого не знаю, разумеется, я не могу судить, не могу четко дать оценку. Но вот я надеюсь, что то, что я сейчас вам объяснил, хоть какой-то свет проливает. Так, прежде чем задать встречу, вопрос, прошу. У нас, смотрите, в очереди смотрю еще, там порядка 70 вопросов. То есть это длинная такая часть уже выстрелилась. Сколько у нас времени варится? То есть именно зарезервировано на встречу? Ну, слушай, ну мы же сколько? Мы тратим минуту на вопрос, иногда даже меньше. Ну, давай двигаться вперед будем смотреть. Мы сейчас 40, сколько? 47 минут в эфире. Ну, давай попробуем, попробуем, как можно больше людям ответить. Так, какие суммы Бонда примерно назначает судья? У нас на этот вопрос было видео по кейсу. Поэтому, думаю, прям красненько. Поэтому скажем, ответим. Ребята, смотрите, суммы Бонда, я тут скажу быстро только одно, неважно, это судья назначает, либо это назначает Айс. Одну вещь, которую вы должны помнить, я об этом говорил уже, несмотря на то, что для нас, для всех остается это определенного рода мистерия, но вы должны помнить одну вещь. Сумма Бонда очень сильно влияет, зависит от того, какие налоги ваш поручитель показал. Какие налоги ваш поручитель показал, потому что они смотрят на налоги, они понимают, какую сумму этот человек может воплотить. Окей. Алекс, в каких судах сейчас меньшее время ожидания первого слушания? Я так понимаю, по географии вопрос. Ну, слушайте, ребят, на самом деле, на самом деле сейчас, в принципе, все более-менее просыпается, конечно, после ковида. Я вот на Фейсбуке у себя писал, что, например, у меня сейчас несколько кейсов во Флориде есть, в Орландо. Я подал бумаги о назначении основного слушания. Мне за один день судья принял решение, то есть даже не ждали 10 дней, чтобы прокуратура что-то ответила. На следующий день мне судья уже прислали бумагу и дали мне основное слушание. То есть это очень круто. Сакраменто. Сакраменто, в принципе, неплохо двигается. Единственная проблема сейчас Сакраменто заключается в том, что суды назначаются, но судьи, они как, у них ротация идет. Ротация идет. Вот у меня сегодня должно было быть на следующей неделе два суда в один день. Мне позвонили и сказали, в этот день судьи не будет, этого судьи не будет. К сожалению, вынуждены мы вас переназначить. То есть они хорошо назначают, но они потом начинают что-то двигать. Но опять-таки они нам дают обещание, что сейчас они с этой ротацией уже скоро будут заканчивать, и судьи будут работать по полной программе. Потому что, ребят, сегодня судьи работают, я тут разговаривал и узнал статистику, что абсолютно, конечно, ужасная. То есть сегодня судьи работают чуть ли не там один день в неделю или что-то такое. Я с одним судьей разговаривал, он в Сан-Франциско здесь. Он мне говорит, я один день в неделю работаю. Понимаете? То есть вы можете представить, разумеется, что сейчас они пока еще, суды просыпаются, но скоро все это начнет быстро работать. Но, в принципе, в Лос-Анджелесе тоже я сейчас, у меня были клиенты, сейчас есть клиенты в Лос-Анджелесе, вышли, и очень быстро нам бумага пришла. Вообще, хорошие новости заключаются в том, я тоже вот на Фейсбуке писал, хорошие новости, ребят, заключаются в том, что, по крайней мере, сегодня граница начала хорошо и четко работать с судами. Что я имею в виду? У меня клиенты заходят, например, и уже через месяц, я вижу, у меня уже сейчас несколько человек, которые зашли, через месяц ребята уже получают бумаги о том, что они попали в судебную систему. И это шикарно, потому что даже если вы, даже если у вас еще нету даты суда, но вы попали в судебную систему, это все равно абсолютно прекрасно, потому что это означает, что вы можете сдать в суд 389 форму, вам не нужно дожидаться, пока у вас будет судебное слушание. Вы можете сдать, как только вы в системе. Почему? Потому что, как только вы это сделаете, вы запустите себе часы на право на работу. Нью-Йорк, кстати, Нью-Йорк, кстати, плохо пока, потому что он совсем недавно открылся, пока он еще просыпается, бедный. Так, следующий вопрос уже задавался раньше. То есть, если человек был раньше, подавал на политическую бежать, потом уехал из страны, по обстоятельствам ввелся обратно, может, он попадать еще раз на ПУ. Может, и в записи посмотрите, ответ выучит раньше. Возвращается ребонт, и можно без него обойтись с поручителем. Возвращается ли бонд, а можно без него обойтись с поручителем. То есть, если есть поручитель, можно ли без бонда. Опять-таки, ребят, возвращаясь к тому, о чем уже говорили не раз. Если вы заходите на границу, и у пограничников есть основания вас выпустить в течение вот этих вот пяти дней, значит, вы ничего платить не будете. Значит, вас выпустили по вот этой укороченной программе. То есть, в основном, это семьи. Как я уже сказал ранее в программе, сейчас заметился тренд, я надеюсь, что этот тренд устоится. Даже если заходит муж, жена без детей, все равно он их квалифицирует как семью и выпускает. Если вы заходите как одиночка к разговору о возвращенном тренде, одиночек сейчас опять оставлять начали. Это означает, что тут вы уже не обойдетесь без бонда. Для того, чтобы вам выйти, ваш поручитель должен будет сдать хороший пакет документов на вас. Если вас одобрят, вам придут Айс в камеру, вручат документы и скажут, мы вам дали вот такой-то бонд. Если ваш поручитель, как только ваш поручитель заплатит этот бонд, в течение 24 часов вас выпустят. Когда вы выиграете свой суд, человек, который платил за вас бонд, может эти деньги забрать обратно. Окей. Вопрос. Через сколько времени можно уехать в другой штат от поручителя, например, из Нью-Джерси в Нью-Йорк? Я на этом... Смотрите в начале, ребят, был такой вопрос в эфире, потом запись, когда выйдет. Я уже говорил. В зависимости от того, если на вас есть какие-то ограничители, если вам дали бумажку, что вам нужно отмечаться, если на вас надели браслет и так далее, тогда вы можете хоть на следующий день дозваниваться до местного Айса, идти, сообщать им, что вы не хотите здесь жить, обстоятельства жизненно изменились, вы хотите уехать в другой штат. Они вам дадут инструкции того, как это сделать. Если же вы... На вас нет ничего, вам не нужно никакие неопойки, это ничего, в таком случае вы можете просто переехать туда, и вы можете сами уже зарегистрироваться там у местного Айса. Так, следующий вопрос. Он здесь написан так сложно. Подскажите еще раз путь после общения на стресс. Следующий шаг какой? Вызовут в суд через сколько приблизительно, если через Мексику с семьей, с детьми, после, если не выиграют дело, какой шаг? И через сколько дадут ССН, чтобы регально начать работать? А что там в первой строчке было? Стресс? Слово «стресс» было или что? После общения на стресса какой следующий шаг? Когда вызывают в суд? Через сколько? После того, как человек вышел на границы? Я думаю, да, что это у меня было интервью на стресс, и следующий шаг вызывает... Интервью на страх. Интервью на страх? Да, на страх. Если это интервью на страх, значит, человек описывает ситуацию одиночки. То есть интервью на страх, это значит, человек был одиночкой, и он сидел в тюрьме. Потом у него провели интервью на страх, и после того, как ему одобрили его интервью на страх, его поручитель отдал документы, его выпустили. Через сколько будет суд? Ребят, я уже отвечал на этот вопрос, я не знаю точно, все по-разному. Бумаги, бумаги из суда сейчас, в принципе, в систему вы сейчас попадаете достаточно быстро, в течение месяца уже попадаете в систему. Когда вам назначат слушание, у каждого суда по-разному. Как я сказал ранее, вот у меня в Лос-Анджелесе быстро назначают, в Орландо сейчас быстро назначили, в Сакраменто, в Сан-Франциско не так быстро сейчас назначают. То есть в систему засовывают, но бумаги о первом слушании не приходят пока что. Так, хорошо, Алекс. Были ли в вашей адвокатской практике случаи, когда клиент скрыл наличие погашенной судимости, а затем это вскрылось? Нет, у меня не было такого. У меня было, когда я представлял людей с судимостями, или я представлял людей, когда уже здесь, на территории США, у них были аресты, но с тем, чтобы что-то скрывали, у меня не было практики. Вопрос, наверное, административный. Откуда берут вопрос, на который отвечают? Если вы нас слышите, это в чате задается. Вот у вас в зуме есть чат. В этом чате сможете, как все остальные, задать вопрос в эфир. Так, дальше. Как готовиться к интервью по религии? Какие вопросы задают офицеры? Интервью здесь какое имеется? Какое имеется интервью? Граничное интервью или интервью, когда человек приехал по визе и подал на убежище в США? Я так подозреваю, что вопрос именно по границе. Ну, ребят, смотрите, тоже. Интервью бывает разное. Интервью граничное, если человек пока на КПП, крайне мере, это КПП, да, когда вы заходите, да, там интервью бывает исключительно короткие, да, то есть там задают вопросы по кейсу, буквально там 5-10 вопросов. Определяют категорию, страну, почему приехали, что с вами произошло, максимум, что, по крайней мере, опять-таки, ребят, если у кого-то есть другая информация, дайте знать, но из тех интервью приграничных, которые я вижу, это бывает достаточно коротко, и там задают общие вопросы. От кого бежали, почему, какая категория, и там били ли вас, угрожали ли вас, сколько раз и так далее. Если же вы сейчас задаете вопрос касательно интервью на страх, то это совсем другая кухня, потому что это уже проводит непосредственно интервью офицер, который рассматривает кейсы на ПУ, это уже специалист, и это абсолютно полное интервью, то есть последний раз, когда я сидел на таком интервью по телефону, оно у нас длилось часа 4, наверное, потому что там еще переводчик и так далее, разумеется, это подъедает время, но тем не менее, 4 часа работы, и там как бы все подробно идет уже, там идет как бы что, кто, какие у вас были проблемы, когда у вас начались проблемы, какая была первая проблема и так далее. Что же касается категории, по религии, ну как вы думаете, что вас могут спросить? Офицер может вас спросить, какая ваша религия, расскажите какие-то основные моменты вашей религии, понимаете? И в судах, в принципе, тоже бывает, не часто, но бывает, например, у меня недавно я представлял свете Леговы, и прокурор задал там несколько вопросов, какие есть особенности вашей веры, например, кто в вашей вере Иисус Христос, сколько людей спасется и так далее, где рай на земле, то есть какие-то вопросы задаются. Точно так же у вас, в зависимости от вашей религии, вам могут задать вопросы, начиная от основных моментов, заканчивая там, какие основные праздники, как они празднуются и так далее. Следующий вопрос по Узбекистану. Ребята, смотрите предыдущие ответы, там есть по поводу того, когда можно возвращаться на родину, в срок там и так далее. У нас есть это на канале точно. Следующий вопрос. Здравствуйте. Вот это интересный вопрос. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если ребенок родится на границе Мексики, до прошения убежища, ну, всякое возможно, выпустят ли на границу США, будут ли проблемы с этим? Спасибо. А почему не должны выпустить? Вы уже заходите как семья, как АРС, где ребенок родился. Может быть, даже лучше, если он родится в Мексике, потому что вы как семейные зайдете, нежели, если он не родится, вы будете заходить как одиночки. Правильно же? Ну, теоретически, да, конечно. Если вы заходите как беременная женщина, вы одиночка. Если вы заходите с ребенком, который родился в Мексике, вы уже семья с детьми. Да, так что, если есть такая возможность, выражайте до перехода. Самолет с аэропорта, но до. Так, были ли случаи проигрыша суда по политическому убежищу по религии? Какие основания отказа в убежище по религии? Ну, как бы, у меня не было, но, разумеется, они имеют место быть. И, в принципе, ну как, ребят, здесь можно легко предположить, причины отказа могут быть разные, абсолютно разные. Здесь, на самом деле, очень можно долго сидеть и говорить, какие могут быть причины. Какие-то кейсы могут быть. Это может быть, на самом деле, это может быть от элементарного, от элементарного, как бы, когда человек давал плохие показания, например, и, разумеется, ему не отказывают, потому что он дал плохие показания. Так судебные решения не пишутся, да? Но судьи в таких случаях пишут, что это называется credibility, что человеку не поверили, грубо говоря, да? А другие причины, разумеется, ну что там может быть? Может быть, кейс плохо документирован, да, например. Может быть, кейс, когда человеку могут сказать, да, вы доказали категорию, например, религию, но вы не доказали, что то, что с вами произошло, это подпадает под преследование. Но я не знаю, какие могут быть еще причины отказа. Ну, могут быть причины отказа, когда человек может говорить, например, о религии, а рапорты, например, не поддерживают то, что действительно в стране существует преследование данной, представителей данного вероисповедания. Причин может быть разных, много. У брата есть грин-карта. Я могу подать на ПУ? Можете. Этот вопрос я уже слышал где-то. Ну, как бы, ребят, мало ли у кого что есть. Даже если у вас брат живет в Соединенных Штатах, и он совершил 10 преступлений, почему вы не можете все равно подать на ПУ? Так, есть ли шанс получить политическую беженщину по инвалидности? Вопрос хороший. Ну, смотрите, ребят, здесь дело обстоит следующим образом. Нельзя, разумеется, просто прийти и попросить политическую беженщину, потому что вы инвалид, потому что нет такой категории. Но если вы инвалид, и вы просите политическую беженщину, потому что вы, как инвалид, отстаивали свои права, которые были нарушены представителями правительства, и вы отстаивали свои права, и вы, как бы, таким образом высказывали политическое мнение, тогда, в принципе, у вас возможен кейс на то, что вы можете иметь кейс по политическому мнению, потому что вы отстаивали права, которые нарушались. Но просто так прийти и сказать, я инвалид, дайте политическую беженщину, к сожалению, такого нет. Вопрос от мафии. Если зайти на бордер с более чем 10 тысячами долларов в кэше, что будет? Айс-офицер могут изъять кэш или потребуют документы на деньги? Знаешь, я, честно говоря, не знаю. Я не думаю, что, разумеется, никто воровать деньги ваши, конечно, не будет, 100%. Но, в принципе, вы заходите на территорию США, и здесь есть, конечно, определенный регламент того, сколько денег можно завозить. И я знаю, что, если, например, вы завозите, вы проезжаете через аэропорт, вы завозите больше, чем 10 тысяч долларов наличными, у вас должна быть бумага касательно этих денег, потому что вы должны отчитаться по этим деньгам. Что же касается, я, честно говоря, не знаю, что происходит на границе в такой ситуации. Так, едем в семье, 2 плюс 1, по политкейсу мужа. К каким вопросам подготовится мне, жене? Вам подготовится, в принципе, в том же ключе, что и вашему супругу. Вам нужно понимать, в чем суть кейса. Но в то же самое время, как я всегда всем говорю, тут не надо впадать в истерику. Вы знаете суть кейса, но там, где вы не присутствовали, разумеется, вы не должны быть готовы к тому, что вы будете ставить и рассказывать, давать показания. Потому что если вас не было при каком-то, например, акте задержания или еще при каком-то инциденте, если вас там не было, разумеется, ни один офицер не должен от вас требовать. Расскажите, что там произошло, потому что это, в принципе, будет некорректно. Если вам будут задавать такой вопрос, вы так абсолютно можете говорить, что, вы знаете, я знаю, что это имело место быть, но что там произошло досконально, я не знаю. Но вы должны знать просто, в общем, суть того, почему вы просите политического убежища, почему ваш муж вас вдохновил приехать и просить убежища. Окей, следующий вопрос. Сразу скажу, что перед следующим вопросом у нас скоро выйдет на канале сюжет с человеком, который совсем недавно перешел к границу. Он в стадии монтажа. И там будет также отвечаться на вопрос, который будем сейчас мы задавать. Там будет показывать, что, собственно, дает. После бордера, перед тем, как выпустить на территорию Соединенных Штатов Америки, выдают ли какой-то миграционный документ или вообще никакого документа на руках? Не будет. Паспорта-то заберут. После бордера вам выдают такие карточки А-94, на которой стоит печать, и написано, что вы зашли по паролю на территорию США. На них написан вашей номер и так далее. Но помимо этих карточек, ребят, немаловажно… И я знаю, что у кого-то бывают такие возможности, у кого-то не бывают по той или иной причине. Но если бывает такая возможность, всегда спрашивайте копии вашего протокола, копии записей того, на какие вопросы вы отвечали. Потому что это все потом, в любом случае, вам понадобится, чтобы не работать слепую. Потому что иначе, если у вас этого не будет, потом это нужно будет все равно… Ну, по крайней мере, я всегда это все равно заказывал с границы, чтобы прислали, чтобы к суду все было. Так. После выигранного суда, какие документы требуются для получения грин-карты? Такие же, как для победителей лотереи или другой список документов для беженцев? Извини, пожалуйста, еще раз, Андрей. После выигранного суда, какие документы требуются для получения грин-карты? Такие же, как и для победителей лотереи или другой список документов для беженцев? Нет, там вы заполняете несколько анкет, вы, разумеется, прикладываете к этим анкетам доказательства того, что вы уже выиграли суд и отправляете эти анкеты в иммиграционные службы вместе с вашими фотографиями. То есть существуют четкие инструкции того, что нужно сделать. Более того, сейчас немножко забегу вперед сразу, на случай, если такой вопрос возникнет. Когда вы выигрываете суд, следующим этапом, после того, как у вас на руках имеются приказы суда, что вы выиграли суд, следующим этапом на интернете есть такие специальные инструкции, которые так и называются, инструкции послесудебной, постсудебной инструкции, имеется в виду постсудебной в плане того, что вы уже выиграли свой суд. И там есть инструкции того, что вам нужно делать дальше, для того, чтобы идти оформлять дальнейшие А-94 и так далее. Это первый шаг, который вам нужно сделать. А через год, ровно через год после того, как вам дали статус, вы выиграли свой кейс, вы уже заполняете документы, отправляете в иммиграционную службу на грин-карту. Такой вопрос, я так подозреваю, к тому вопросу, который уже ранее обсуждался, про джамперов. То есть, если въезжаешь на машине через Мексику, то можно потом легализоваться через замужество или лотерею. А если прыгаешь через забор, то только через убежище. Все верно. Ребята, через лотерею нет. Если вы выиграете лотерею, вы не сможете оформиться, если вы заехали и попросили политическое убежище. Потому что для того, чтобы оформить лотерею, на момент выигрыша вы должны находиться в легальном статусе на территории США. Ваш статус на территории США не является тем легальным статусом для оформления. Но если вы зашли на территорию США через Мексику, через КПП официально, то да, если ваша жизнь изменится, один день вы выйдете замуж или женитесь на гражданине или гражданке Соединенных Штатов, то вы можете оформить свой брак, так как вы заходили официально. Если же вы заходили как джампер и вы потом женитесь и будете оформлять свою грин-карту через брак, это не говорит о том, что вы ее оформить не сможете. Просто для того, чтобы вам оформить ее, вам нужно будет выехать в вашу страну и оформлять через ваше послательство. Есть ли какое-либо послабление на бордере для семьи с маленьким ребенком пять месяцев? Мы на этот вопрос отвечали в предыдущем эфире, в прямом эфире с адвокатом. Поэтому красненько можно ответить сейчас, а так, если хотите, подробно можно пересмотреть предыдущий эфир. Если ребенку пять месяцев, есть послабление на бордере. Это ты меня спрашиваешь, или мы... Ну да, кратко просто ответить, что... Есть, потому что если вы с ребенком пять месяцев или пять лет, или неважно, если маленького возраста, то вы семья, и разумеется, для вас послабление есть. Если у вас есть поручитель на территории США, вы можете вас выпустить. Такой интересный вопрос. Есть ли у меня студенческая виза? Я в Соединенных Штатах Америки. Муж в Мексике. Если я подам внутри, а он пройдет на границу через Мексику, у нас будет один кейс, или нужно будет делать соединение кейс? Илья, извини, пожалуйста, можно еще раз? Я немножко задумался просто, прости. Да-да, ничего. Мы идем марафоном, можно даже отдыхать. Я иногда могу немножечко расслабляюще так болтать что-нибудь, да, и у тебя будет время передохнуть. Итак, если у меня есть студенческая виза, я в США, а муж в Мексике. Если я подам внутри, а он придет на границу через Мексику, у нас будет один кейс, или нужно будет делать соединение кейс? Нет, ребят, разумеется, одного кейса у вас не будет, потому что вы подали один кейс, а ваш муж зашел и получил другой кейс. Более того, к разговору о воссоединении мне часто такой вопрос задают. Значит, в чем тут как бы проблема? Проблема заключается в том, что вы, находясь на территории США, вы подаете свой кейс в иммиграционные службы. И вы попадаете в очередь, и вы висите, и ждете своего интервью. Как мы знаем, что сегодня там никаких хороших новостей нету по поводу того, как эти интервью двигаются. Соответственно, вы зависли. Ваш супруг зашел через Мексику, и как показывает статистика, если вы сегодня одновременно, он зайдет сегодня одновременно, а вы подойдете на убежище административным образом, поверьте мне, ваш муж быстрее будет в своем, в иммиграционном суде с кейсом, чем вы будете со своим интервью. Вот. Соответственно, но здесь есть уловка того, как я, как я такие проблемы решаю. То есть, если у меня возникают такие проблемы, то я людям объясняю, как здесь надо быть. И когда у вас уже истечет легальный статус на территории США, вы можете сообщить запрос в иммиграционной службе о том, что вы забираете свою анкету, вы выходите из кейса, вы хотите ее отозвать. Но иммиграционные службы тогда вас проверят и увидят, что вы уже не статуса. И тогда они вас просто не смогут, ваш кейс, закрыть. Тогда они вам выдадут бумагу в суд, чего вы и добивались. И когда вы попадете в суд, вот тогда уже вы сможете уже соединить ваши, подать ходатайство, соединить эти кейсы вместе, и тогда вы уже будете двигаться в бою. Вопрос с акцентом на том, что он одиночка. Нужно ли класть в кейсы копии загранного паспорта, паспорта РФ, свидетельство о рождении? Что вообще из такого рода документов, удовлетворяющих личность, нужно прикладывать к кейсу? Вы знаете, я, в принципе, кроме паспортов, кроме паспортов, в большинстве случаев непосредственно сам заявителю не обязательно класть свидетельства о рождении. Только если вдруг непосредственно место рождения человека является важным для кейса. Но если нет, то тогда не надо. С свидетельства о рождении детей прикладываются, и копии загранпаспортов людей, которые, ну, взрослые. А вот такой вопрос. Если после прошения на политическую биржу я оформлю брак с американцами, могут ли мне поменять статус или что-то в этом случае вообще, что происходит? Разумеется, могут. Если вы выходите замуж за гражданина США, разумеется, вы подаете в иммиграционной службе документы на то, что вы легализуетесь через брак. И здесь нужно понимать одну вещь. После того, вам не нужно не делать никаких скорых движений в отношении вашего политического убежища, тем более, что ничего не будет сделано, пока вы не покажете им доказательства того, что вы интервью прошли успешно. То есть, что это означает? Когда вы подаете, когда вы пройдете интервью, у вас будет одобренная 130-я форма от иммиграционных служб, тогда эту 130-ю форму нужно будет копию ее, разумеется, сдать в асайлом офис, написать им письмо о том, что я свой кейс закрываю, потому что вот у меня уже произошла легализация в брак. Следующий вопрос. Так, нам говорят спасибо за наши ответы, за эфир. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приходите в нашу Телеграм-группу, как говорится. Так, как вы можете прокомментировать новый закон FreyHead? Какой закон? FreyHead. Никак не могу прокомментировать пока. Это следующий вопрос. Это на самом деле, я точно знаю, откуда этот вопрос пришел, это с канала Чилищева пришел, это буквально у него недавно бомбил этот сюжет по этому поводу. Ну, да, давай, погнали дальше. У Чилищева смотрите где-то на этот вопрос. Такая реклама от Чилищева. Да, да, да. Ладно, дальше. Прокомментировать новый план Байдена в 300-дневный дедлайн рассматривать семейные кейсы. Что судья должен в этом сроке вынести решение по кейсу? Что судья должен в этом сроке вынести решение по кейсу? Наверное, так прошу, есть вопрос. Вы знаете, я, честно говоря, пока не ознакомился с этим предложением, поэтому ничего не буду комментировать. Хорошо. Добрый день. Скажите, если нет реальной проблемы по политике, существует ли сейчас плюсы-минусы, реальный шанс эмигрирует по какому-либо пути, если ты не попадаешь под талант работы и какой-то особый статус? Ребят, ну послушайте, никакого чуда законопроекта пока нет и не намечается, поэтому ответить на ваш вопрос ничего нового не появилось. Но ответить на ваш вопрос я как бы не могу, можете ли вы что-то сделать. Это равносильно тому, когда мне иногда люди звонят и говорят, скажите, пожалуйста, расскажите мне, как я могу легализоваться в США. Я всегда людям говорю, вы знаете, я могу рассказывать вам о легализации в США, вы, наверное, в этом кресле заснете, зачем я буду этим заниматься. Вы мне скажите, свои факты, а я вам скажу, могу ли я вам помочь. То же самое и здесь. Существует много разных иммиграционных программ и виз и так далее, но сейчас мы не будем эфир этим забивать. В этом году отказ по Б1 и Б2 не повлияет ли это на политическое убежище? В этом году отказ. Что вы имеете в виду? Что вы просили визу вам отказать? Б1 и Б2. Не, ребят, если я правильно понял этот вопрос, если вам отказывают в визе, вот мне такой вопрос иногда задавался, если вам отказывают в визе, вы потом едете через Мексику. Мне иногда люди звонят, Алекс, не будет ли с этим проблемы. Да нет никакой проблемы, как бы, потому что вы просили визу и хотели приехать в США. Вам эту визу не дали, вы приехали через Мексику. Но единственная тонкость тут, которая существует, это вы должны быть готовы к тому, чтобы объяснить изначально, почему вы просили визу, как бы, если вы просили эту визу, иммиграционную, туристическую визу, для того, чтобы ехать в Америку, получать политическую обязательность, значит, вы обманывали представителей службы США. А если вы, и у вас будут проблемы, но если вы ехали, как люди иногда, в большинстве случаев, как люди говорят, мы хотели от всего этого, тяжелая ситуация была, мы хотели уехать, грубо говоря, чтобы от всего этого немножко отдохнуть, а потом не получилось визу получить, но ситуация изменилась еще, например, в худшую сторону, и мужи побежали через Мексику. Ради бога, имейте право. Так, у меня тут опять все перескочило, я так подозреваю, потому что Б1, Б2 у меня что-то нету, но у меня есть другой вопрос. Значит, он звучит у нас таким образом. Если идешь через Мексику и проигрываешь все суды, можно ли остаться хотя бы нелегалом, если через тюрьмы выпустят? Ну, ребят, ну, как бы, это не ко мне вопрос, на самом деле, я же не говорю вам, что вам делать. Вот, все, большое спасибо. Вот, еще давайте, я еще один зачитаю. Уважаемые друзья, если идет семья с ребенком и бабушкой, кейс на мужа, нужен ли отдельный кейс на бабушку, или ее можно прицепить к основному кейсу? А раньше уже на этот вопрос отвечал, помнишь, я вначале об этом говорил, о том, что, судьи достаточно лояльно и хорошо рассматривают ходатайство, когда я подаю ходатайство, я объясняю, что это одна семья, у них, в принципе, история более-менее одна, как бы все факты, ну, как бы, факты, имеющие отношение друг к другу, соедините, пожалуйста, эту семью вместе, для того, чтобы не тратить ваше время дважды, я недавно, я недавно так соединил большую семью и, как бы, мне судья все одобрил, поэтому здесь хорошие новости для вас. Так, частично отвечаю на этот вопрос, в основании на кейс есть формулировка о ранее бывших преследованиях, если окончание моего преследования полтора года, то это основание для политического убежища или уже много времени прошло? Извини, пожалуйста, еще раз, можно, Андрей? В основании на кейс есть формулировка ранее бывших преследований. Если окончание моего преследования полтора года, то это основание для политического убежища или уже много времени прошло? Вы понимаете, ребят, невозможно ответить на вопрос или да, или нет, потому что я не хочу обнадежить, но также я не хочу никого расстроить, понимаете? Потому что в принципе, так на поверхности, конечно, я бы предположил, что если ко мне бы пришел клиент и рассказывал мне о проблемах, а потом последние полтора года с ним ничего не происходило, то я, разумеется, был бы очень озабочен этим моментом, потому что я бы хотел узнать, где вы были полтора года, что происходило и так далее, и так далее. И почему я говорю, невозможно ответить однозначно, ребят, потому что если человек говорит, да, я полтора года ходил на работу, все нормально, ничего не происходило, это проблема, потому что значит, у вас нет проблем. Но бывают же разные ситуации. Бывает ситуация, когда человек может сказать, вы знаете, Алекс, я 6 месяцев жил на съемной квартире, я даже не прописывался, и я практически только выходил за едой вниз, спускался, натягивал бейсболку, спускался, покупал еду и возвращался в свою квартиру. Тогда это уже другая ситуация, понимаете? То есть здесь надо смотреть на более детально, что действительно происходит. Окей, Алекс, есть еще силы? Давай, давай. Алекс, что делать, если одиночку этапируют в Луизиану, например? А я хочу остаться в Калифорнии. То есть уже недели, точнее, уже надели кандалы и собираются перекидывать на самолете в Луизиану. Сопротивляться или голодать? Просто я слышал, что Луизиан это ужасная дыра в плане судов и тюрем. Очень страшно туда попасть и сидеть. Да, ребят, Луизиан это жесть. Но видите ли, тоже этот вопрос очень часто людей волнует, типа, имею ли я право выбора. На самом деле вы не имеете права выбора по одной простой причине, знаете, потому что у меня как-то был такой разговор с офицером, когда у меня возможность была поговорить с офицером, и я задал этот вопрос. И мне офицер сказал, что, разумеется, мы никого не смотрим, типа, вот этот нам не понравился, давай мы его в Луизиану. Тут происходит отбор следующим образом. Когда человека этапируют, они смотрят, где существуют свободные койки. Вот, собственно, и все. А в плане того, что вам делать, ну, как бы, я не думаю, что вы сможете, я не думаю, что ваша голодовка освободит койку где-то, понимаете? Так, следующий вопрос, он не по политическому верующему, как самое, то есть написано, что можно ли купить синюю обложку для паспорта, чтобы не светить красным паспортом? Не будет ли это считаться обманом? Ну, на самом деле, это вопросы, гуляющие в группе свидетелей Икебаны, вот, и он задается каждые два дня. Вот, есть смысл на него отвечать? Не, ну и потом, ну, ребят, это точно не ко мне вопрос, потому что я стараюсь людям ответить по поводу их каких-то правовых моментов. Ладно, давайте дальше. Поясните по Бонду, обязан ли поручить или платить его? Или только по решению судьи? Какие тенденции по этому вопросу? Ну, по Бонду уже, уже два раза отвечали по Бонду, я уже два раза отвечал за сегодняшний день по Бонду. Давайте лучше попросим зрителя, чтобы он, когда выйдет эта программа, просмотрит ее, рассказывал, что как Бонда бывает и от Айс, бывает и от судьи. Я рассказывал потом. Лучше давайте другой вопрос. Так, сейчас несколько вопросов, они идут прям уже с ответами, которые уже были ранее. Так, а если вот этот, если депортируешься, сам или по решению суда, можно ли будет через какое-то время повторно повторить ту же самую процедуру через Мексику с новыми доказательствами и преследованиями? Можно. Можно. Причем я такие вопросы, я на такие вопросы отвечал в разном, как бы, в разном объеме и содержании. То есть бывают ситуации, когда люди мне рассказывали, что они заходили через Мексику, потом там происходила там смерть в семье или что-то такое серьезное, человек вынужден был уехать. Но здесь важно понимать одно, ребят. Вы имеете право приехать. Единственное, что, как я уже говорил ранее, вы должны понимать, что, конечно, все все будут знать, и судья, и прокуратура будут знать, что вы уже здесь были, что вы, может быть, даже уже подавали на убежище, а потом уехали, у всех разные ситуации. Но вы должны понимать, что если вы вернулись в свою страну, и у вас возникли новые проблемы, которые заставляют вас бояться, опасаться за свою жизнь и за безопасность, вы можете приехать с новыми фактами и заходить через границу. Следующий вопрос, по-моему, повторяется. Если у меня будет шенген-виза, вид на жительство студенческое, которое заканчивается в конце августа, могу ли я подать на политическое убежище США? Не будет ли у меня спрашивать, почему ты не подал в Европе на политическое убежище? И не возникнут ли проблемы с политическим убежищем? Нет, ребят, если просто наличие шенгена в паспорте, просто наличие шенгена в паспорте вас не подвергнет никакой опасности, и вам никто никогда во время суда не скажет, не откроет ваш паспорт и скажет, а у вас вот здесь вот есть виза в европейскую страну, почему там не подвергнет? Нет, нет, нет. Тут, смотрите, тут в вопросе вот какой очень важный момент. Если есть вид на жительство по студенческой визе, это когда человек отучился, в августе у них это дело заканчивается, и они хотят уехать в Соединенные Штаты. И вот тут такой момент. Если они фактически жили в Европе, не зададут ли им вопрос, а что вы уехали из Европы, вы же могли там подать сначала на ПУ, а потом, если там вам откажут, приехать к нам. Ну, здесь два момента. Здесь на самом деле подать на ПУ, но тут еще другой момент существует, что у вас есть вид на жительство. Я всегда, когда мне задают такой вопрос, я всегда немножко начинаю глубже копать в плане своих вопросов, потому что что за вид на жительство, насколько он вам дан, можете ли его продлевать, можете ли вы его сделать постоянным. Это все нужно понимать, потому что если да, то ваши шансы тогда на ПУ здесь, они не очень хорошие, потому что если вам попадется въездливый прокурор, он это все раскопает, и он скажет, почему вы должны отдавать политическое обещание, что у вас есть вид на жительство в европейской стране. Так, Ирина, ты следующий? Не, ребят, ну, вы же знаете, как бы, мою позицию. С фабрикацией я не работаю и не рекомендую никому ей заниматься, поэтому скрывать информацию от властей США, что у вас есть второе гражданство, я даже не буду это комментировать, потому что это противозаконно. Правда ли, что вышел закон, где говорится о том, что если тебе 55 лет и более, то не задерживают надолго? Добрый день, есть разработка закона, который будет ускорять судебный процесс в определенных штатах, срок обозначен 10 месяцами. Известна ли данная информация в каких штатах и как вообще будет проходить данная процедура? Я где-то, да, я где-то, по-моему, от ассоциации миграционных адвокатов, я видел такой имейл, нам рассылался, но, в принципе, пока что все, да, именно все в разработке, пока все очень сырое. Но я абсолютно в этом уверен, потому что на сегодняшний день суды находятся в ужасном состоянии, они захлебываются просто, потому что в судах больше миллиона кейсов на сегодняшний день. Пожалуйста, ответьте на вопрос, если есть поручитель, могут отказать в страховке беременные на последнем сроке? Это не совсем по политике. Ну, вдруг знаете. Нет, ребята, да, ну, смотрите, как бы, тут, смотрите, если вы вышли на волю уже, разумеется, у вас был поручитель. То есть поручитель здесь как бы первая составляющая. Поручитель вам позволил выйти на территорию США. Оформить страховку, оформить страховку, я, насколько я знаю, вы можете, человек, иммигрант может оформить страховку, которая называется медикал, но она будет покрывать, в основном она покрывает именно, если вдруг нужно что-то прибегать к emergency, да, как к скорой помощи, если что-то такое вдруг человек сильно заболел, или если человек, не дай бог, нужно прооперировать. Вы можете оформить себе эту страховку, и вам бесплатно штат это все сделает. Что касается обычной такой полноценной страховки, то здесь сложнее. Такой вопрос. Так, это мы не будем отвечать. А уже был ответ. Может ли поручителем быть человек, который подался на ПО и пока не на этапе получения СССР? Опять-таки, зависит от того, какой он поручитель. Если вы одиночка, и поручитель должен сдавать на вас документы, то нет, потому что одним из документов, который поручитель сдает, это бывает копия грин-карты или копия гражданства. Но если вы семья, я слышал о ситуациях, когда выпускали, несмотря на то, что человек сам еще был без грин-карты, сам еще был в процессе рассмотрения, но у него уже там была, грубо говоря, крыша над головой. Я слышал о ситуациях, когда выпускали. Если поручитель, мой брат, не депортирует нас на границе США? Почему он вас уже депортирует? Что не так с вашим братом? Ну, это вопрос в том, что если он брат, если поручитель выступает именно брат, то понятно, что делал. Нет, просто бояться, что это родственник. Это абсолютно нормально, ребят. Родственники всегда часто выступают поручителям. Привет всем. Является ли жалоба в ЕСПЧ по митинговой статье плюсом для кейса? Стоит ли ее прикладывать к кейсу? Ну, а почему нет? А почему нет? Потому что, понимаете, жалоба в ЕСПЧ... Что такое жалоба в ЕСПЧ? Как я на это смотрю? Это все то же самое, все то же самое, ваша демонстрация, вашего политического мнения. А почему нет? Я бы обязательно прикладывал. Потому что это говорит о том, это показывает вашу гражданскую позицию, которая не прекращается, не останавливается, даже после того, как вы претерпели преследование. Для меня бы это было важно во время суда. Я бы на этом даже заострял внимание. Вид на жительство в Турции у мужа по работе. Стоит ли жене и детям получать вид на жительство, или это может негативно повлиять на политическое убежище США, на получение кейс религиозный? Ну, ребят, на самом деле здесь, в принципе, ваша задача все равно уже не облегчена, потому что у вашего мужа есть вид на жительство в Турции. Это означает, что неважно, вы получите, вы получите, оформите себе вид на жительство в Турции или нет, неважно. Все равно вам нужно будет объяснять, почему вы не можете жить в Турции. Здравствуйте. Как максимально быстро выйти на суд? Смотрел видео с Алексом на Ютубе о быстром кейсе, где человек специально не стремился выйти из детеншина, а хотел остаться до суда и выйти на суд. Там вроде три месяца прошло до суда. Да, ребят, вы знаете, на самом деле этот вопрос хороший. Почему? Потому что после того, как я это видео, вы рассказали, и как бы основной целью, разумеется, не было рассказ непосредственно о сроках, но по той или иной причине очень многие люди как бы начали именно этим интересоваться и спрашивать, Алекс, а вы можете нас тоже за три месяца как бы представлять? И, ребят, вопрос хороший, но, в принципе, ответ, разумеется, да, и, в принципе, да и нет. Да, потому что, конечно, это реально, как показала практика, а нет, потому что я не знаю, в какую тюрьму попадете, потому что я работал, это была тюрьма, это был империал, вот, ускор лексика, да, вот, я до ней... Там, действительно, это очень было приятно, потому что я много кейсов там ввел, и раньше, раньше там, действительно, это иногда занимало от семи до девяти месяцев. Но сейчас это было, действительно, очень быстро, потому что нам очень быстро сделали интервью на страх, наверное, это все-таки из-за ковида, очень быстро интервью на страх сделали, мы его отторабанили, получили добро, и тут же было первое слушание, первое слушание, на котором я, разумеется, сдал 579-ю форму, после этого судья мне сказал, сколько тебе нужно времени для основного суда, но мы уже были готовы, потому что документы все были в сборе, я попросил там две-три недели, и все. То есть, в принципе, да, если вы преследуете такую цель, вы имеете на это право, но единственное, вы должны всегда понимать, ребят, одну вещь, что все равно, как ни крути, я не хочу не давать никакие там, что называется, плохие характеристики, но статистически, статистически, судьи, которые работают при тюрьмах, они немножко все-таки, немножко более жесткие, немножко более жесткие. Хотя, опять-таки, вот у меня сейчас была эта новая судья в Сан-Диего, молодая девочка, как-то, ну, вообще, абсолютно нормально, вообще, на одном дыхании мы прошли. Поэтому, не знаю. Ну, вы можете пробовать, почему нет? Самое главное, здесь, на самом деле, самое главное, это понимать одно. Единственное, если вы вдруг оказываетесь в задержании там в Техасе или в Аризоне, то, конечно, оттуда надо, ну, оттуда точно надо стараться все сделать из себя возможное, чтобы вы видите, потому что Техас и Аризона, это вам не те тюрьмы, которые в Калифорнии. У меня гражданство Российской Федерации и проживаю в Российской Федерации. До этого было гражданство Казахстана. В настоящее время уехал в Казахстан из-за преследования. Если в МВД России даст запрос Казахстан на мое задержание, то политическое убежище будет от двух стран или от одной страны? Андрей, извини, пожалуйста. Еще раз, можно? Есть? У него гражданство в России, он был в России и из-за преследования уехал в Казахстан. Да. В настоящее время в Казахстане из-за преследования. Если МВД России даст запрос в Казахстан на мое задержание, то политическое убежище будет от двух стран или от одной страны? То есть, либо преследовала Россия, но говорят, задержите его, пожалуйста, в Казахстане. Нет, подождите секунду. А при чем тут, я просто не могу понять, а где связь между тем, что МВД делает запрос в эту страну и уже это означает, что человеку нужно просить убежище от Казахстана? Это никак не связано друг с другом. Более того, если на вас делает запрос ваша страна, уже найдя вас в чужой стране, разумеется, вам это хорошо, потому что это показывает, что в Казахстане вам тоже невозможно находиться и вы не можете оставаться там в безопасности. Что же касается того, где вы можете просить, от какой страны вы просите убежище? Ребята, вы просите убежище от той страны, гражданства, которая у вас есть или постоянное местожительство, которое у вас есть. Если вас нет от Казахстана, то с какой стати? Интересный вопрос, такой короткий, интересный. У меня сейчас есть преследование, я выигрывал кейс, мне дали политическое убежище, но через год-два в стране все стало огонь. Меня лишат политическое убежище? Теоретически могут, практически, мне сложно это представить, чтобы кто-то сидел, кто-то сидел и как бы перебирал, искал ваш файл, потому что у этого офицера такая или у этого суди такая супер память. Но, если как бы шутки в сторону, то, разумеется, это возможно только при одном условии. Если вдруг действительно в стране произошли такие серьезные изменения, я могу это представить только при одном раскладе. Если произошли сильные изменения, и, грубо говоря, сверху пришла разнарядка, что поднимайте все кейсы из этой страны за такой-то промежуток времени по таким-то категориям, потому что в стране ситуация изменилась. Но, что вам нужно понимать, что вас не смогут, это не будет автоматическая депортация, это не то, что к вам придут с чемоданами и скажут, поехали. Это опять будет процедура, где вам скажут, что вас хотят забрать статус. Почему? Потому что вам все равно они не имеют права вам не дать права голоса объяснить, что вдруг у вас возникли новые обстоятельства, почему вы не можете возвращаться в ту страну. Так, какие доказательства нужны для кейса в борьбе с коррупцией? Заявление о коррупционной деятельности и ответ на них от госструктуры об отсутствии коррупции будет достаточно? Нет, ну подождите, ребята. Что значит заявление о коррупции и затем понимают? Имеется в виду, что вы пишете жалобу куда-то о том, что мне стала известна коррупция, я вам в какой-то правоохранительный орган пишу об этом, да? Это имеется в виду? Да, они отвечают, что нет никакой коррупционной деятельности. Все отлично. Нет, ну как бы, ну это как бы, это как бы, это полдела, это полдела, потому что, почему? Потому что, опять-таки, ребят, сложно, сложно говорить полный анализ, потому что я не знаю всего кейса, но из того, что вы мне сказали, мне сразу в голову приходит пару вещей. Значит, смотрите, когда вам становится известна коррупционная схема и вы о ней сообщаете в правоохранительные органы, правоохранительные органы, значит, вы сказали свое политическое мнение. Окей? но если, если правоохранительные органы в принципе не важно, не важно, как они на это отвечают, если вследствие, если вследствие этого вы не претерпели преследования, то тогда в чем смысл вашего кейса? Может, я что-то пропускаю, разумеется, может быть, потому что я не знаю всех обстоятельств, но суть коррупционного кейса же заключается в том, что вам стали известны акты коррупции и вы о ней, когда вы о ней попытались ее обнародовать, обнародовать эти акты, да, или факты, вследствие этого вы претерпели преследование. А если ваши органы на это просто ответили, а нет, вы знаете, мы ничего об этом не знаем, до свидания, соответственно, как вы докажете, что вам страшно в вашей стране находиться? Коллеги, хочу вам сказать, что вопросы не уменьшаются. Не, ну мы, конечно, ребят, мы должны уже закругляться, давайте учаться 11.37, мы уже сколько, час 37, давайте до 11.45, потому что мне нужно работать. Да, да, я вот как бы на это и намекаю, что, типа, ребят, вас очень много. Итак, вопрос такой, наверное, более такой интересный. Какая ответственность по гранслужб США за разворот граждан перед границей? Насколько я знаю, что есть какие-то плюсы для иммигрантов, если против них были совершены противозаконные действия со стороны Соединенных Штатов Америки? Как это доказать? Нет, ребят, послушайте, это тоже очень часто бывает, знаете, люди задают вопрос, а вот если меня развернули на границе, поможет ли мне в политическом убежище? Если у меня родился ребенок, поможет ли мне это в политическом убежище? Знаете, нет, нет, потому что, ребят, вы не забывайте одну вещь, как я всегда всем говорю, мы приходим в иммиграционный суд, и перед нами выходит судья, и у нас есть 3-4 часа времени для того, чтобы судья принял решение высылать вас, высылать вас обратно в вашу страну, грубо говоря, отказывать вам, или вам дать статус в этой стране. Судья абсолютно не важно, родились вы здесь, вернее, родили вы здесь ребенка, что у вас на границе происходило, что у вас было там 5 попыток захода, или как некоторые люди говорят, Алекс, я плачу налоги, можно я покажу налоги? Нет, не надо этого показывать. Вы должны сфокусироваться на своем кейсе и рассказать, почему вам страшно вернуться в свою страну. Отлично. Может ли сотрудник полиции запросить убежище, и что его ждет? Сотрудник кто? Полиции. Ну, об этом я же тоже немножко раньше говорил. Сотрудники полиции, разумеется, они тоже люди. Что значит, почему они не могут запрашивать? Разумеется, они могут запрашивать. Единственное, что существует определенный ряд вопросов, которые представители, человек, который работал в органах власти, должен быть готов ответить на ряд вопросов для того, чтобы удостовериться, что не существует так называемых баров, которые, бары, это то, что препятствует человеку в получении политического убежища. То есть, например, если человек преследовал других. Соответственно, представители власти им всегда задаются во время суда, задаются вопросы. Кем вы работали, где вы работали, когда вы работали, в чем были ваши обязанности, занимались ли вы преследованием людей, занимались ли вы избиением людей, убивали ли вы людей, участвовали ли вы в боевом, в бою, являлись вы свидетелями того, чтобы кто-то в вашем присутствии издевался над людьми, например, в задержании. Вот это дополнительные вопросы, которые нужны. А в остальном, все остальное то же самое. Что происходит в случае уличения подсудимого в фабрикации данных? Принудительная депортация? Возможно ли апелляция? Может быть, были у вас такие случаи? Нет, у меня таких случаев не было, но если человеку отказывают, если человеку отказывают, что стала известна фабрикация, то, разумеется, ему отказывают, и человек имеет право на апелляцию, но, как вы прекрасно понимаете, если миграционный судья это обнаружил, разумеется, апелляционная палата согласится в данной ситуации. Через какое время после проигрыша основного суда назначается апелляционный суд? Сколько есть времени примерно на подготовку? Ой, ребят, у меня сейчас нет апелляции, я не знаю, честно говоря, не слежу за этой ситуацией, но я знаю, что процессуально я знаю, как это происходит. То есть, когда человек проигрывает суд, после этого в течение определенного периода времени, в течение 30 дней, он должен сообщить апелляционной палате о том, что я буду подавать апелляцию. Когда эта форма заполняется и отсылается в апелляционную палату, потом апелляционная палата высылает так называемое расписание. Расписание это означает то, что они высылают вам расписание, где они пишут, к какому числу вы должны написать свою апелляцию, к какому числу прокуратура пишет свое опровержение. То есть, они вам дают такое как расписание. И я знаю, что это иногда занимает как бы очень-очень долгое время. Очень долгое время. Но я не буду, как бы, я правда не знаю, сколько это сейчас занимает. Задам, наверное, последний вопрос. Он большой, такой просто человек старался, да, и как бы остальные чуть поменьше. Это прям вот такой, наверное, последний, финальный будет. Видно, что человек прям готовился к этому. Здравствуйте. Вынужден в течение двух недель покинуть страну, а также вынужден оставить свою семью в Российской Федерации. Я не выездной. Преследование испытываю со стороны бывшей супруги и ее нового мужа, служителя МВД, который содействовал всему процессу лишения отцовства, а также наложению алиментов, которые я выплачивал, но без пометок, но без пометок. Алименты на данного ребенка. Суд счел, это же жестом доброй воли, и влепили мне большую сумму, несмотря на мою уже большую семью с маленькими детьми, не взяв во внимание все факторы, со всеми обращениями в суд, у меня получилось обосновать свою правоту. Приставы, там, тарам-пам-пам, в общем, имущество, имущество, проработав, какое-то время под чужим именем попал в оборот ОПГ, который меня вынудили на еще большие долги, теперь угроза, условия и так далее. В полицию обращаться не могу, так как угроза от сотрудников тоже есть, но так как бывшая там жена МВД, семья у друзей, я в другом городе не выездной, жена боится ехать, но не против, четверо детей у меня в семье, нет возможности забрать всю семью сразу, что в этой вот катастрофе делать? Ой, ребят, ну это вопрос состоит из кучи всего, то есть для начала нужно понять, вы хотите просить политическое убежище от кого? От тех родственников, которые работают в МВД или от ОПГ, которые еще позже нарисовались и ухудшили еще вашу жизнь? Здесь первое, нужно определиться в этом, потому что, почему нужно определиться? Потому что нужно понять, кто агент вашего преследования и оттуда уже разматывать все остальное, понимаете? Ну давайте попробуем быстро прокомментировать как бы оба, да, из того, как я, по крайней мере, на это смотрю. Значит, смотрите, ребят, когда когда агентом преследования является частное лицо, частное лицо, вы должны быть в состоянии показать, что власти не хотели и не могли и не могли препятствовать данному преследованию, потому что нельзя просто, ну как бы, можно все, вопрос заключается в том, что действительно вам поможет, да, когда вы приходите и говорите, вы знаете, меня преследуют Саша или Петя, да, или мои соседи, или мои родственники и так далее, разумеется, возникает вопрос, вы можете доказать, что у вас было преследование, окей, вы можете доказать, что вам было страшно, но если это Саша и Петя, если это какие-то частные лица, вы должны тогда, самой большой проблемой в данном кейсе возникает тот факт, что почему вы в своей стране не можете сесть на самолет и улететь, улететь за тысячи километров в другой город и спокойно дальше существовать там, потому что Вася и Петя вас не будут наставить, окей, разумеется, здесь в данной ситуации данный гражданин сразу скажет, но мои родственники, они в органах власти работают, в любом случае, по крайней мере, как я на этот кейс смотрю, в любом случае, вам, если они работают в органах власти, вам в любом случае нужно будет объяснить, какова же была реакция властей на защиту вас от данных родственников, и если вы будете просто говорить, господин судья, ну куда было идти, они сами там работают, это не очень хорошо будет, потому что судья вам скажут, вы знаете, я вас понимаю, но вы хотите выходить от меня получить статус, но вы не показали тот факт, что ваша власть вас не защищает, что же касается ОПГ, ОПГ, то это тоже как бы, это давнишние истории, которые в 90-е годы, в 90-е годы здесь очень много висело людей, которые были преследованы ОПГ, вот, то же самое, та же самая в принципе проблема, ваш агент преследования является частным лицом, вы должны показать, что если вы показываете преследование, вы должны показать, почему власть, почему власть, как реагировала власть, когда вы просили защиту, и вы должны перекрыть момент, что с вами произойдет, почему вы не можете переехать, почему вы не можете переехать в другую часть страны и быть там в безопасности, потому что всегда, когда, всегда, когда является агентом преследования частное лицо, это надо на это обращать внимание, и помимо этого, ребят, помимо этого, разумеется, для того, чтобы мне потом кто-то, никто не сказал, что Алекс не сделал полную оценку кейса, помимо этого, вы должны понимать еще одну вещь, из того, что я слышу, а в чем ваша категория, в том, что вас обязали платить алименты, и поймите меня правильно, мне искренне жаль то, что с вами происходит, но с точки зрения миграционного права здесь нет категории, если вас заставили платить алименты, даже если эти алименты, они не имеют на них права, просто они это сфабриковали и так далее, а в чем ваша категория, здесь нет категории ни религии, ни национальности, ни расы, ни политического мнения, и даже если ближайшая категория, к которой можно было бы пытаться это пристраивать, это определённая социальная группа, но здесь я тоже не вижу никакой социальной группы, потому что социальная группа должна быть, у неё имеется куча критериев для того, чтобы создать социальную группу, понимаете? Социальная группа, она должна быть, по крайней мере, должна иметь какой-то объём, какую-то общность, какие-то одинаковые характеристики. А ваша социальная группа какая? Человек, которого заставляют платить алименты незаконным путём? Я не думаю, что из-за того что-то получится. Так, на этом предлагаю наш эфир закрыть. Вопросы мы сохранили, либо мы их перенесём вместе с теми, кто придёт в следующий эфир такой же, как у нас сегодня, либо, может быть, мы выберем вопросы наиболее интересные и сделаем отдельный эфир с Алексом. Я предлагаю, ребят, знаете, что, извини, Андрей, что перебью, вот те ребята, кому мы не успели ответить, попробуйте написать свои вопросы в комментариях под это видео, когда оно выйдет в записи, и мы постараемся на них ответить уже там, в комментариях. Да, либо так. Ну, чтобы не пропустить. Ну, ребят, ну, либо, либо, конечно, если, если действительно не хочется никого, как бы, обижать, да, но мы тоже этот, не можем, не можем здесь часами сидеть, потому что работать надо, но, либо если соберём эти вопросы, то можно будет найти, как бы, найти часик времени и сделать ещё, там, через недельку. В зависимости от того, что будет происходить. Либо в комментариях, потому что это будет проще. Они не затеряются, они будут видны прям под видео, да, и мы по возможности будем просто отвечать, отвечать, отвечать потихонечку. И на всё это ответьте, потому что в телеге затеряется 100%, а в комментариях под Ютубом абсолютно точно не затеряется. Вот, поэтому всем огромное спасибо, ребята, всем, Алексу огромное спасибо за такую объёмную работу, это даже я не знаю, с чем это сравнить. Вот, ну, а всем, кто пришёл, вам спасибо за ваши вопросы, потому что эти вопросы наверняка встретятся ещё у сотни людей, которые приходят с такими же проблемами. Да. Ребят, вам тоже спасибо, Илья, Андрей, без вашей помощи это не состоялось бы, так что вам спасибо. И всех, кто нас смотрел, ребята, надеемся, что кому-то что-то сегодня поможет, и мы всегда, насколько, по крайней мере, я знаю, Тичбекей очень внимательно как бы следит за отзывами вашими и так далее, и следит за статистикой в плане того, что нужно, какие вопросы ещё существуют. Если будет как бы серьёзный отклик в плане того, что куча ещё осталась недоговоренного, ну, будем тогда искать, будем искать время, будем дальше работать. Но пока что надо закругляться, потому что надо идти работать. Да. Спасибо. Ещё раз скажем, чтобы подписывались на наш канал. Здесь интересные вещи, здесь интересная информация, которая поможет вам. Переходите в ссылку на наш телеграм-канал, на Тичбекей, и оставайтесь с нами. Да. Всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова